Когда я думаю о науке, я думаю о настоящей человеческой деятельности. Чем-то фундаментальном, как ДНК. О том, что разжигает наше любопытство. Уже ребенком ты рожден ученым. Чем занимаются ученые? Они смотрят на что-то и говорят, я хочу понимать это, надо пойти узнать, надо ткнуть это пальцем, перевернуть. Это то, чем занимаются дети. Дети, которые еле ходят, что они делают? Они перевращивают камни, они обрывают лепестки роз, они исследуют окружающий мир через эксперимент. Это способ познавать мир как люди. А что же мы делаем? Мы препятствуем. Мы препятствуем проявлением этого жадного любопытства даже в нашем собственном доме. Знаете, мы целый год учим детей ходить и говорить, а всю остальную жизнь приказываем им сесть из-за дома. Что же это за окружение? Цель состоит не в том, чтобы сделать каждого ученым, отнюдь. Каким бы скучным тогда стал мир? Мы хотим иметь актеров, музыкантов, писателей, поэтов и так далее. Что действительно имеет значение, так это то, будут ли они научно грамотны и пронесут ли эту грамотность и любопытство через всю жизнь. Не важно, кем они станут по профессии. Люди думают, что научная грамотность — это просто знание научных фактов, но это не так. Это часть грамотности, но далеко не самое главное. Основная часть — это то, как ты смотришь на мир, как мир выглядит для тебя. Если ты научно грамотен, все смотрится совершенно по-другому. Это не просто совокупность происшествий и загадочных вещей, многие из которых мы понимаем. Это понимание значит, что, во-первых, не все очевидно. Но многое ты понимаешь. И, во-вторых, проблема, с которой сталкивается общество. Есть ли у естествознания основания? Нельзя смотреть на естествознание и математику как на отдельные предметы. Они являются основой жизни. Это все нас окружающее. Это влияет на наше здоровье и безопасность, на то, как мы будем голосовать, какие политические проблемы нас волнуют. Нельзя быть научно безграмотным. Это сродни лишению человека его демократических прав, когда он даже об этом не подозревает. Субтитры создавал DimaTorzok